В Саратове идет сбор подписей за возвращение смертной казни, однако юристы заявляют, что вернуть в России смертную казнь нельзя, так как еще в 1997 году она подписала Венскую конвенцию. Но Государственная Дума опубликовала соответствующий опрос ВКонтакте. Так все-таки вернут ли смертную казнь? Спросим у ульяновцев. Доверяют ли они судам настолько, чтобы доверить им вопрос жизни и смерти? Я считаю необходим, потому что всякую шваль нужно, ну как бы, вот к примеру человек, он вот педофил, он убил какую-нибудь девочку маленькую, ну что его живых что ли оставляют? Ну это же животное. Ну я считаю, смертная казнь необходима просто для всяких, ну всяких мразей. Они не должны жить, ну как бы не заслуживают этого, я так считаю. По отношению к некоторым, да. Но не ко всем, потому что некоторых людей незаслуженно так наказывают из-за того, что они простые граждане и с ними не хотят считаться. Я все же, наверное, отношусь к этому отрицательно, поскольку есть риск всегда судебной ошибки. Знаете, у нас существует презумпция невиновности, то есть, как говорят, лучше оправдать, говорят, по-моему, 10 виновных, чем наказать одного невиновного. То есть, ну, наверное, в этом случае я отношусь отрицательно. Не всегда судей бывает правы в этих случаях. Поэтому пока рано, мне кажется. Считаю, за убийство детей стоит смертную казнь вести. Так я считаю, да. За детей это, да, может. Я считаю, что стоит. Жизнь, жизнь, да. Пусть, да, всегда есть справедливость, несправедливость, но я как мама маленького ребенка, да, я считаю, что это нужно. Ну, конечно, стоит. Конечно, стоит. Это же дитё. Твоё дитё. Конечно. Я считаю, что нужно вводить превентивные меры, а не меры наказания по факту совершения преступления, потому что, как известно, введением, ужесточением наказания не изменяется статистика преступности. Так что, если мы хотим избежать преступности, мы должны вводить превентивные меры. Ой, я не знаю, я такая жалливая. И тех мне жалко, и этих жалко. Так что вернуть, наверное, не надо. Я считаю, что у нас в стране не очень сильное правовое поле, а когда, ну, правовое поле, скажем так, не гарантирует презумпцию невиновости в полной мере, то смертная казнь – это чревато казнями невинных людей. Когда у нас они могут сидеть в тюрьме, да, есть время для того, чтобы найти доказательства и оправдать. Я, ну, читаю на эту тему, и как раз Александр Сыпкин, писатель современный, он в своем блоге разместил фотографию 14-летнего мальчика, которого в Америке казнили на стуле электрическом. Электрическом. И как бы, ну, вот он обращение к своим подписчикам сделал, что, как бы, голосую за смертную казнь. Помните про эту фотографию. Ну, если как творят, конечно, вернуть. Что творят эти? А так, это естественно до ручки дошло. Даже объяснить не могу, почему люди, кто-то страдает, кто-то теряет близких, а он отсиживается и все условия требует. Не знаю, в некоторых случаях, да, где жестокости очень много. Сейчас вот вчера была только передача, 8 лет дали за маму, 8 лет, там 57 ножевых ранений, зато он работник милиции. Ни в коем случае. При нашей идиотской системе, пенициарной там, и особенно судебной, они сколько ошибок наделают, сколько они отправят на эту казнь. И если еще они после этого найдут кого-нибудь, а так они казнили, отчитались, все спокойны. Нужно? По-моему, нет. Вот если он совершил, если его поймали, просидел он 10 лет, нашли, ошибка даже, если вышла. И он выйдет все-таки. А потом, а если это он, то ему там, там, в этом заключении, пожизненном, я не думаю, что там пряниками кормят. За. Потому что преступность у нас возросла в несколько раз, в десятков раз. И поэтому эта мера необходима. Я за. А то козлы насилуют и их отпускают через 3 года. А сколько ошибок было? Вы в курсе? Сколько было невинно убитых, расстрелянных, а потом восстановленных посмертно? А с другой стороны, тут разбираться и разбираться с большими умами. Я должен дышать. Он не убивает, а он ходит. И его надо в тюрьме кормить, ухаживать за траты очень много. А от него все равно отдачи не будет. Как вы думаете, я не знаю. Я вот так думаю. Конечно, стоит. Очень много плохих людей в России. Всех расстрелять.